ну что здравствуйте дорогие друзья с вами казуку family и сегодня необычный формат потому что сегодня я хочу рассказать какой был у меня путь любителя игр у меня остались диски playstation и это то время когда мне начали нравиться игры и я ну увидел в играх русскую озвучку и вот я стал так фанатом компьютерных игр эра двухтысячных и самое приятное что есть эмуляторы которые позволяют погрузиться в эту атмосферу но я суть не к этому клонил у меня еще была любимая игра driver 2 тоже с интересным клевым сюжетом и самое главное что диски в хорошем состоянии даже до сих пор вот я мой любимый персонаж джилл валентайн до сих пор оригинальный компакт диски в нормальном таком короче вот состоянии к чему я все это клоню потому что я стал фанатом игр то есть я перешел от приставки playstation к первому компьютеру вот и моя любимая игра это была resident evil мне еще нравился дина кризис но я вот так и не прошел до сих пор дина кризис тоже одна из моих любимых игр тоже я планирую ее пройти но там проблема с эмулятором но можно настроить поиграть как-нибудь но суть не в этом моя любимая игра еще конечно же driver 2 была на русском языке одна одна из сложных была на тот момент для меня но интересных игр кстати на тот момент игры стоили не 80 рублей это просто пленочка а 50 раньше игры на playstation стоили 50 но вот к сожалению я хочу продать финалку финалку на трех дисках да она была очень огромной игрой на тот момент и финалка тоже одна из моих любимых игр ну и самое смешное что я прошел именно на эмуляторе пк именно вот версию как сказать для пк эмулятора вот тут также на трех дисках но они тут обычные то есть вот просто сиди на русском языке вот так что если бы не игры от playstation 1 я бы не любил игры но сейчас пришла такая пора когда игры стали однотипные не столь интересные например как раньше поэтому стало вот такое как-то ну неприятное время это игры по звездным войнам тоже на плейстэшн довольно интересная игрух тоже в 3d но потом пришла эра пк игр у меня были первые две лицензии это постол 2 требуется оригинальный постол если дополнение ты еще ставишь и и моя любимая игра это конечно же фар край это первые были лицензии которые нужно было ну чтобы поиграть активировать нужна была лицензия соглашение на тот момент и фар край была первой из игр которая была очень требовательна для моего компьютера она шла у меня на среднем да тут разрисовано потому что я любил отмечать что я прошел и сколько у меня игр вот апостол вы знаете что такое пост целый это тоже безумная смешная игра по поводу кота и так далее вот тут еще был мультиплеер разделе боль и поиграть с кем-то против друг друга вот тоже такая вот лицензия грубо говоря вот и была еще защита на тот момент star force все ее помнят в принципе все ее знают вот суть не в этом но потом был рынок пираток и я тоже радовался потому что я приобрел свою любимую игру alan wake эксклюзив который сделали на пк мне тоже довольно она заинтересовала я фанат серии резидент и вал поэтому приобретал старые части особенно 1 резидент 2 и 3 приобретал вот на такой вот платформе вот тут даже я отмечал что есть что нету тоже было красиво все оформлено на на тот момент вот выглядело конечно обычный к чему я это все вот первый диск был с финалкой я же говорил что я фанат не только резика на playstation но и финалки и тут был была седьмая часть финалки моя любимая и была часть принца перси тоже стал одной из моих любимых игр но хотя там не было русской озвучки пиратка была и была финалка восьмая поэтому вот из-за двух финалок я этот диск приобретал то что тут были финалки но анимуша на любителя игрушка вот и поэтому это был тоже один из дисков который мне ради финалки 7 8 заходил и последний диск который пример привел я любитель кризиса фар-края поэтому я прошел первый кризис второй кризис я прошел фар-край я прошел ну на лицензии и в принципе фар-край 2 я еще не осилил но сюжетом в принципе интересный ну нутноватый вот поэтому я просто хочу сказать что если бы не playstation и не вот эта эра игр это сейчас может там найти на торрентах скачать я скажу к чему я это все клоню потому что я ценитель старого и то что сейчас происходит с новыми играми я это объясню в принципе на своем канале так что дорогие друзья с казуку фэмили не прощаемся вот такие вот дела ну что ж дорогие друзья приведу пример на игре most wanted были пятые года и нам было пофиг что игра пиратская не было в пиратках роликов даже музыки в некоторых пиратках не было и была такая игра most wanted и в этой игре была одна фишка что установить ее было не так просто как сегодняшние рыбаки я вам объясню и вы поймете к чему я клоню к тем временам пиратским версиям как мы радовались установить даже на тот момент великую most wanted да ребятки на тот момент была такая программа как даймлтулс и чтобы поиграть в ту most wanted нфс которую вы сейчас в данный момент видели чтобы в нее поиграть нужно было сделать образ и только через образ имитируя что у вас есть лицензионная якобы копия игры вы могли поиграть в нфс most wanted и когда была и какая была радость когда вы могли играть даже без роликов бывало даже слетал активация слетала игра и вам снова по новой нужно было делать чтобы поиграть в most wanted были даже такие времена но это была не единственная игра чтобы можно было поиграть в most wanted да ребятушки еще была такая игра тоже где-то года 5 как и most wanted была такая игра как крестный отец the game она тоже была интересная был клон gta но опять же чтобы в нее поиграть нужно было опять же снова установить даймлтулс и через даймлтулс мы могли поиграть в пиратскую версию крестный отец наподобие гта раньше мы не задумывались о том что есть рыбаки есть интернет мы просили у друзей алкоголь 120 процентов я тоже об этой программе расскажу даймлтулс иногда мы друг другу приносили флешки юсбшные чтобы поиграть либо в most wanted либо в крестного отца и не только в это я даже у друга бросил диск с most wanted с роликами чтобы банально понять сюжет ребята я это ценил и я надеюсь все меня поймут кто проходил год в пятый ну после двухтысячных буквально прошло пять лет потом вышла такая интересная программа как алкоголь 120 процентов она была намного интереснее даймлтулса не слетали образы например в этой программе алкоголь 120 процентов но как я повторюсь была защита которой не смогли исправиться ни алкоголь ни даймлтулс была единственная защита в лицезионных дисках на тот момент это был старфорс вот старфорс сломать нельзя было никак была по моему одна игра через старфорс но там нужно было крякать лицензию и то не получалось первого раза а я еще вспомнил была такая потрясающая игра как ведьмак восьмого года и пиратская версия ведьмака тоже была с даймлтулсом и у меня друг играл проходил первую пиратскую версию ведьмака за вечер тот который сейчас третья часть проходили через даймлтулс и он ее реально всю игру проходил потому что это было круто и он не заморачивался что игра была пиратская он проходил сюжет и наслаждался до самого финала вот я говорю о том что те времена были самые наверное ламповые и потрясающие и я объясню почему здравствуйте дорогие друзья с вами казоку фэмили и я вам обещал что расскажу какие преимущества старых игр знаете сейчас с новыми играми происходит какая-то жесткая беда и я скажу как современный как бы это сказать опытный человек в плане игр что я начал замечать что старые игры намного приятнее играть чем новые я не знаю почему с чем это связано но тут дело не в графике а дело в построении наверное геймплея это и в плане интереса вот если например брать макс пэйна то он шикарен первый второй макс пэйн вот но почему то вот брать современные игры вот если брать макс пэйн 3 он неплохой но в макс пэйне 3 нету как бы сказать той элегантности и фишки которая была в макс пэйне втором первом то есть серию похерили уже после второй части вот поэтому как бы это сказать поэтому я вам что хочу сказать для меня наверное я начал это замечать позже всех точнее раньше всех потому что я начинал с playstation то есть была сонька первая я до этого в этом материале видео снял в том плане что я начал замечать в чем была фишка старых игр и в чем не было фишки ну например в новых играх вот я по своим ощущениям покажу вернемся в то старое время ну точнее мы уже в него вернулись я не знаю что происходит с индустрией в целом то есть есть какие то ощущения что новые игры уже не цепляют как вот старые вот например вот эти игры да то есть она уже старая да но в нее интересно почему то играть а вот если брать Max Payne 3 ну это как в примере я не говорю что с моим мнением все могут согласиться вот но почему то вот именно в этих играх есть какая то изюминка фишка ты чувствуешь что это классно интересно ты ощущаешь что здесь что-то происходит и тебе пофиг на графику у тебя есть ощущение интересности ощущение того что тебе интересно в это играть вот я не знаю тут еще есть несколько факторов которые могут влиять что тебе неинтересно играть в игру жанр сюжет вот 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 но если Garr goat Manchester смотретьre геймплей то он тоже в принципе важен да и сергей тоже может и не спасти а если покал и геймплей интересен То, в принципе, сюжет может спасти игру Я не могу сейчас все игры привести Но почему-то именно вот в старых играх Есть то, что нету в новых играх Я не знаю, с чем это связано Но вот, например, если брать Чё брать? Hive Life Да, вот, кстати, на примере Hive Life Тоже можно понять, что старая Hive Life Она до сих пор крутая Выходила куча на неё модов А вот почему-то, как сказать В новых играх потеряно что-то Я не знаю, может быть коммерция Может быть сроки Может ещё какая-то фигня Но вот именно вот в этой игре Сколько времени прошло В Max Payne Можно играть даже в 2002 году Если ещё накрутить модов Кстати, моды иногда реально спасают старые игры И тебе хочется в старые игры, в принципе Как сказать? Играть Вот Так что, в принципе Я попытался объяснить Что в этих играх В новых Интересно Я даже забыл, как прицел Интер, что ли? Гениально Интер, интер, интерпретация Ребят Мне просто без прицела Было тяжело их завалить Ну вот, короче, как-то так Я попытался именно на Примере Max Payne Объяснить Что Max Payne Он ещё до сих пор Тащит Вот именно для меня, как фаната То, что я с PlayStation начинал И начиная вот старые игры Я пытаюсь понять Чем они интереснее, чем новые То есть Новые графикой напичкают И всё На этом всё Но Есть ощущение, что даже графика Не спасает, чтобы В игру Поиграть Представляете? Вот Бывают даже такие ситуации Мы сейчас Возьмём пример Другой игры И попробую тоже на том примере Объяснить Вот Погнали! Ну что ж, дорогие друзья Я, наверное Какой пример Приведу Не знаю Но Скорее всего Только на этом Да GTA Это та игра Из которых она Сильно Вам не надоедает Я не знаю Почему Но GTA Она Наверное Везде Классическая Я Почему Решил Привести Пример Именно На GTA Потому Что Во-первых Легко Говорить Во время GTA Это Из тех Игр Которая Всегда Останется Классической И Всегда Будет Нравиться Как И старичкам Но я Сейчас Ремастер Не буду В счёт Брать Он спорный А именно Брать 10 лет Эдишн Версия Вот Я что хочу Сказать Со старыми Играми Проблем Практически Никаких Нету Можно Сделать Там Всякие Моды Потом Ещё Накрутить Какие-то Интересные Сюжеты Не во все Конечно Игры Но В большинство Вот О чём Я ещё Хочу Сказать В современных Играх Почему-то Есть такая Проблема Что они Стали Быть Как бы это Сказать Похожи Что ли И Я не знаю Как с этим Бороться Знаете Тут Вот именно Со стороны Моего мнения Да Со стороны Казуку Фэмили Я хочу Сказать Почему я Такой большой Материал Сделал Потому что Это Серьёзный Вопрос Который Касается Не просто Да Там Типа Часть Этих Геймеров Да Но Я почему-то Заметил Это происходит Не только В игровой Индустрии Да Ребят Но это Происходит Ещё И В фильмах Ну я Име Ввиду Допустим Переизбыток Есть Также Фильмов Переизбыток Также Есть Аниме Даже Музыки И книги Тоже Настолько Переизбыток Ребят Что Нечего Выбрать Интересного То есть Ты Читаешь Книгу Но она Тоже Похожа По жанрам Она Похожа По обёртке И знаете Ребят Я думаю Что Это плохо Потому что Умирает Постепенно Игровая Индустрия В плане Того Что Переизбыток Много Чего Жанры Похожи Да Даже Не только Жанры Похожи Да Ребят Есть Проблема Что Дело В Переизбытке То есть Ты вроде Играешь Да Но ты Понимаешь Что Это не так круто Как раньше Вот например Как сейчас Да Там Время Войс Сити Ты там Перепройдёшь Войс Сити Ты такой Да Круто Я получил Кайф от игры Но Почему-то От новой игры Ты Подобного Кайфа Уже Не ощущаешь Я не знаю Может Многие Не особо Привередливы Но Зная Опять же Что я сказал Что я знаком С Эрой Игр Плейстешн Первой Я эту Проблему Заметил Даже я Её Чувствую Я понимаю Что Новые Проекты Ну вот У друга Сижу Допустим Не обязательно Иметь прям Топовый Комп Но у друга Сижу И он мне Просто говорит Меня эта игра Не зацепила Не понравилась И я даже Не говорю Что я там Ворую Чужое мнение Да Ребят А дело в том Что в некоторых Проектах Я сам Лично Начал Это Замечать И Как бороться С проблемой Либо смириться В том Что игры Похожие Пройти Её Тупо Ну Лично Моё мнение Ради сюжетки Это единственный Выход Либо Пройти Такую игру Стороной Но Таких игр Которые Действительно Не хочется Проходить Ну Для меня Лично Как я Пытаюсь Посмотреть Игру Не только Со стороны Да Там Сюжета Но это Моё мнение А со стороны Ещё Дизайна Там Со стороны Как люди Старались Вот например Даже банально Сейчас прозвучит Но В том же Майнкрафте Да Фишка есть И клоны Майнкрафта Ну Например Практически Не сделали Например Клоны ГТА Делают Клоны Ассасина Клоны Call of Duty И О Автобус И Самый прикол В том Что Так Не упаду Нет Самый Прикол В том Что Клонов Много Даже Пытаются Делать Там Клоны Телтеловских Игр По моему Если я не ошибаюсь Клоны Интерактивного Даже Кенца Пытаются Делать Но Знаете Вот моё Личное Мнение Вот если Пример Приводить Да Вот просто Обычный Ну просто Вам объясняю Как Зрителям Да Кто смотрит Что Никто Например Не Не Переплюнет Rockstar С GTA Да Никто Не Переплюнет Quantic Dream С его Интерактивным Кино Никто Там Не Переплюнет Ассасина С Ассасинами Там Так же Call of Duty Ну и Тут же Battlefield Хотя Battlefield И Call of Duty Они Ну наверное Каждый По своему Хороши И Вот Наверное Единственный Совет Который Я могу Дать В плане Что делать С этой Ситуацией Наверное Всё таки Играть в то Что вы Пропустили Из старого Да Да Именно Из старого Но Мне так Знаете Особо Ребят Не принципиально Есть моды На старые игры А есть игры Которые Я даже Не проходил Ну там Грубо говоря Там В двухтысячных И не проходил Даже на Плейстешн Первой Так что Я в принципе Ещё пример Приведу На одной Игре Сделаю Наверное Определённые Выводы И Скажу Что с этой Проблемой Наверное Нужно Бороться Каждому Геймеру Я думаю Вы Отчасти Поймёте Меня И с какой Проблемой В принципе Мы Сталкиваемся В двухтысячных На двадцать втором Году В плане Игр И куда Они все Идут Вот как То так Ну что ж Ребят Наверное Вот С этой Минуты Я скажу Что Я Ценитель Классики И Чтобы Вспомнить Какими Игры Были Раньше Надо В них Поиграть Атмосфера Кайф Поэтому Наверное То что С новыми Играми Происходит Это проблема И Наверное Мой совет Чтобы Ощутить Наверное Те же самые Ощущения Которые Были Ну Вашей юности Наверное Поиграйте Во что-то Во что-то Старое Чтобы Понять Чем Цепляли Старые Игры И Наверное Либо В новые Не играть Совсем Но Это Нереально Поэтому Либо Остается Ждать То время Когда Игры Были Вот такими же Крутыми Как раньше Либо Играть Во что-то Старое Я Не знаю Индивидуально Проблема Решается Под каждого Человека Но Знаете Наверное То что Вот Происходит Сейчас Это тоже Плохо Влияет На индустрию Игровую Анимешную Музыкальную С фильмами Индустрия Что Сложно Выбрать Что-то Интересное И ты уже Думаешь Что Игры Никогда Не будут Лучше Аниме Никогда Не будет Лучше Музыка Не будет Лучше Фильмы Не будет Лучше Но Не стоит Совсем Отчаиваться Вот Совет Именно Меня Казаку Фэмили И наверное Поиграйте В старое Вот что Я вам Показал Поиграйте Тоже Финал Фэнтези Старый Резидент Ивол Или ремейк Резидент Ивол Он на удивление Ну Вышел Крутым Вот Поиграйте Макс Пэйна GTA Vice City Вспомните Были Времена Чем Вас Это Цепляло Даже Финал Фэнтези Которую Сейчас Видите На Экране Но Проблема Решается Индивидуально Либо Вообще Не играйте Долго Не играйте А потом Поиграйте В новую Игру И попробуйте Там Пройти Сюжет Или На крайнем Случае Посмотреть Ютуберов Вот Почему я канал Создал Казаку Фэмили Если Человек Не хочет Проходить Игру То Либо Он у меня На канале Посмотрит Либо Посмотрит У Другого Человека В Ютубе Так что В принципе Что я могу Пожелать Наверное Мой опыт Приставочника Показывает Что Играйте Только В хорошее Раньше Была Игромания Которая Реально Иногда Показывала Какие игры Хорошие Какие Такое Себе Вот Но Я не Игромания Ну я Я просто Вам Хочу Сказать Вот Мое Решение С проблемой Наверное То Что Играть Нужно В старое В старое Хорошо Забыто Старое Или Играть В то Что вы Не играли Но Мой Совет Повторюсь Еще раз Да Не в том Плане Что Как Сказать Я Смысли Уже Сбиваюсь Да Вот Я Вспомнил Попробуйте Поиграть В игры Не знаю С 2000 Годов Те Которые Вы Не играли Или Попробуйте Поиграть С игры 2010 Годов Того Тоже попробуйте Поиграть Ведьмака Первого Попробовать Каким он Крутым Был Если вы Пропустили Там Какую-то Часть Игры Не знаю Попробуйте Поиграть В Диабло Второй Есть Игры Которые Цепляют Есть Моды Которые Игра Выглядит Намного Лучше Чем Без Модов Вот Но Опять же Это всего Лишь Мое Мнение Я Просто Этим Видео Решил Показать Что Если бы Я не был Приставочником Я бы не понимал Всю кайф Игр Вот Именно Кайф Ребят Простите Вот Например Я Если бы не Приставка Там Плейстейшн Да Я бы не Познакомился С такой Серией Как Финал Фэнтези Резидент Ивол Салент Хил ГТА 2 Гарри Поттер Мортал Комбат Нид Фар Спид Много Таких Классных Игр Которые Наверное Повлияли На мое Детское Восприятие На тот Момент Мне Наверное Было Сколько На тот Момент Ну Ну Чтобы Прям сильно Не соврать Наверное 11 лет Так Так Что Поэтому Наверное Играйте Только Хорошее Я вам В принципе Пытался Подсказать Как Попробовать Эту Проблему Решить Она Конечно Как Сказать До конца Не решается Эта Проблема Но Мне кажется Ребят До конца Нет Полного Решения Проблемы Потому что Также Индивидуально Кто Какие Фильмы Любит Кто Какую Музыку Любит Книги Тут Под каждого Человека В принципе Не Подберешь Есть люди Которые Там Например Как Сказать Любят Там Например Серию Silent Hill Кто Кто Не любит Серию Silent Hill Кто Любит Тот же Doom 3 Или Resident Evil Кто Не любит Кто Например Любит Перезапуск Resident Evil А Кто Любит Классику Resident Evil Так Что В принципе Тут Спорить Можно Долго Но Я Вот Именно Вот Этим Видеом Пытался Показать Мои Ощущения К играм Вкратце И как Я Сам Лично С Этим Борюсь И вам Советую Бороться Но Я думаю Все Будет Хорошо Если Придерживаться Подобной Такой Тактики Галактики От Казуков Фэмили А всем Наверное До новых встреч С вами был Казуков Фэмили Спасибо Что Выслушали Поняли Я попробовал Вам решить Проблему Не только Кстати Касающуюся Игр Аниме И музыки Вот этой Тактики Придерживайтесь Не только К играм Но и К аниме И Ну как Сказать К книгам Ну а всем До новых Встреч Не болейте Всем всего хорошего Всем Пока Пока